Привет зритель! Первый деревенский мукбак на твоей жизни на моем канале. У меня тут есть грибной суп, мной сваренный. Грибы, правда, я собирала, моя тетя. У меня тут есть помидоры с нашего участка огородного. Остатки былой роскоши. Ко мне приедут в гости только через три дня. И вечером того же дня я уеду в город на временное бытие. И вот это последние три помидорки. Печаль, но у меня там есть еще огурчики, кабачок, капуста, немножко картошки, хлебушек у меня тут есть, колбаска. Я такая несчастная, я поберила свой грибной супчик молоком. Тема нашего мукбака у меня изначально была другая, на тему такой своего рода дружбы компаниями. Я в телегу об этом писала, но я думаю, если я запишу такой ролик под дождик первого сентября, то мне опять кто-нибудь камень-то навзабывает, какая я суперплохая. И так уже, наверное, там будет поток выкиданиями какашками меня, потому что я внезапно вступила опять в ту же лужу, о чем даже не догадывалась. Поэтому наш мукбак будет посвящен детей в деревне. На самом деле нет. Как пережить депрессивное настроение осенью, которое иногда одолевает даже меня. Когда август закончился дождем, лето закончилось последними днями, последние дни лета были дождливыми, а первое сентября наступило частичное отключением света электричества. Я сейчас присветил, кушаю. Может быть и так, конечно. Но мне кажется, так светлее. И тоже довольно дождливая такая, хотя еще зеленая осень. И в принципе, у меня даже 16 градусов тепла на улице. Но иногда на некоторых людей осенью нахладывает тоска и прочая хренотень. Я забыла взять вилку. Ну и еще я потом за ней скажу, чтобы поклевать помидорок на второе. У меня даже, по-моему, год или два назад был запрос от человека на эту тему мукбак с хавчиком. Он нашел мукбак с хавчиком на тему, как пережить эту тескливую пару. Что я подумала, почему бы и нет. Что обычно делают осенью люди? У кого есть огород или какое-нибудь пересадебное хозяйство. Сад там или еще что-то. Идет пора по большей части сбора урожая. Если у вас есть хоть какой-то участок, то мне кажется, вам некогда грустить, скучать и так далее. Потому что надо все это заготовить. Собрать, порезать, сварить, намариновать, посолить. Накрутить банок и так далее. И к вечеру обычно чувствуешь себя уставшим, но никак не грустно, скучно и что-то подобное. Ну как бы нет времени на то, чтобы скучать, грустить, скулить от тоски и так далее. Иногда не от времени даже нормально как-то отдохнуть после этого. Только бы заползти на кровати. Но те, кто по какой-то причине обделен этим счастьем, либо же, ну просто не имеет огорода, либо же умудряется погрустить и поскулить при наличии где у меня платочка всех этих прелестей, огородных и садовых. И вместо того, чтобы словить «О, как же я устал, доползти бы до кровати», в душик похавать и так далее, умудряется погрустить. Ну, наверное, этот ролик для вас совершенно не запланированный. Но я тема, скажем так, совершенно не запланированная тема. А вот мне тут было немножко глушно, скучно и некому пендаль отдать. И мне даже грубо, немного отвечали, так холодно и хамили. Те, кто, допустим, сначала вызывают «Ой, Лёля, мне так нравится, что ты делаешь, давай дружить». Да я как бы и не против. Дружи. Ну, как бы развеселить себя. Конечно, если вам религия позволяет, вы можете почитать мои тексты. Сказки у костра, там, какой-нибудь Лён Копсёнка и так далее, они довольно ржачные. Раньше, когда мне было грустно, я их читала и смеялась. Можно почитать какую-то другую смешную книжку, посмотреть какой-нибудь смешной фильм. И всё как-то иначе с пользой провести время и поржать. Но если каждый день вам религия запрещает этим заниматься, либо же настолько хреново, что даже не хочется шевелиться, чтобы расшевелить свои мозги, вы можете вспомнить какое-нибудь своё любимое дело, до которого не было времени, руки не доходили где-то. Допустим, вы любите вязать. Говорят, что вязание успокаивает. Лично меня оно нервировало, потому что у меня что-нибудь не получалось. Я теряла петельку, у меня было, допустим, 10 петель аккурат, потом оказалось 12, потом 11, ну и как-то так вот. И меня это наблюдало. Но если вы из тех людей, кто верует, что вязание успокаивает, то можете что-нибудь вязать себе и благоверному ребёнку, ещё кому-нибудь. Можете освоить какое-то новое вязание. Вязали спицами, завяжите крючком. Можете заняться вышивкой, если вы, в принципе, любите вышивать, но вот с летом не было времени. Весной, допустим, не было времени. Зимой там по какой-то причине не было времени. Ну, не было времени в течение года, а тут осень пришла, дождик льёт, скучно, грустно, хочется поплакать в платочек. Возьмите себя за жабрик, займитесь любимым хобби, на которое давно не было времени. Вышивайте крестиком какой-нибудь осенний листочек. Сейчас вообще до хрена всякого такого творческого делается производителями. Даже для тех, кому слон на ухо наступил, руки не из того места растут и так далее, что просто удивительно, что возникают подобные вопросы. Допустим, ну, если, конечно, у вас там никто не умер и вообще всё не штякнул, почему-то грустно. Можно купить картину по номерам, ни разу не пользовалась, не рисовала именно по номерам, потому что, в принципе, и так могу порисовать. Но говорят, людям нравится, успокаивает, затягивает. Я вот думаю разобрать растение, которое я как-то нарвала, тут сложила всё вместе, думаю, ну, потом как-нибудь оно вызохнет, и я его разберу, но оно как-то у меня смешалось, а вот зверобой, который я вчера нашла, веточка, у меня, я его отложила, разобрала, но у меня остался там красный клевер, расторопшем, потом короставник полевой и кипрей, который я даже в этот раз не свёртывала, посушила чисто зелёным. Вот мне уж под такое занятие это всё разобрать. Что бы не грустить, что мне снова не повезло в жизни. Вообщение с каким-то там человеком, допустим. Или что? Уже несколько дней дождь, хотя он вроде как местами разъяснивается, и мне не покататься нормально на велике, и шиповник ещё не созрел. И в полисаднике вместо белых и подберёзовиков растут одни коричневые мухоморы и немножко сыроежек. И что вообще, как-то грустно, скучно, и некому пендель отдать. А, тут все свои, да? Картошинка, которая не хочет лезть на тарелку. Сейчас я скажу за вилочкой. Вообще, по идее, надо бы полезать. Я думаю, у меня будет бутерброд к чаю, надо, кстати, чайник сейчас поставить. Я подогрела чайник и решила, что можно, раз уж у меня есть немножко молочка, а грибной суп закончился, и больше не надо ничего белить, потому что суп, скорее всего, будет другой, который не обязательно белить, то можно замутить остатки цикория. Я уже этот цикорий рекламировала, потом приеду в город, запишу, наконец-то, обзор этих пустых пакетиков, которых накопилось. Там овер дофига в шкафу хоть место освободится. И я решила замутить цикорий. Разбавила его молочком. У меня тут второе, как бы, вот эти помидорки с подсолнечным маслом, слобода, и солью еще колбаска какая-то, мясояр, ручного изготовления якобы. И вот какой-то вкусный хлебушек, который мне тетя привезла, кстати, колбасу она тоже привезла. Я, наконец-то, завелась вилкой. Я вела ее с кухни. Продолжим, люди, вообще, как бы, как вариант, вот здесь у меня хлебушек говорят, что если начал один хлебушек заедать, а потом за другим потянулся, то этот тут голодный бежит. Будем считать, что этот голодный добежал до дома и уже покушал. Поэтому я даем вот этот хлебушек, не буду закусывать следующий. Как вариант, время вот этой грусти грустной осенней, осенней тоски и прочей неприятной негативной требухи, как бы еще вариант для того, чтобы, знаете, вот летом вам надо было рано вставать. Или еще в какой-то сезон вам надо было рано вставать. Ну, в общем, не было возможности поваляться, полениться, полежать, подремать лишний часок. А тут прям даже оправдание. Ну, что вы из меня хотите? Я все весь такой грустный, печальный, делать ничего не могу. Вся такая грустная, печальная, слезки, сопли, платочек. Да, я думаю, как бы это, ну, похоже было, что тут споткнуть пыталась. Короче, у вас есть повод, да, я тут слегка в печке побывала, на эту печку топила. Ну, может, там кого-то запопоболит, что я тут как трубочист местами. Ну, я вроде в зеркало глянула, мне на лице не должно было быть этого. Голову-то я никуда не сувала, в то место, где могла бы или беленькой стать, прислониться, или черненькой вот тут. Короче, у вас есть повод просто поваляться. Поваляться, ничего не делать. Я вот сегодня лишний часик пролежала. Уважительная причина предаться самобичеванию, нытью, жалобам на жизнь и тому подобное в положении лёжа. Поспать. Если вам хочется поплакать без причины, стопудово ваш организм настолько вымотался, что ему хочется на самом деле поспать. Поспите пару часов. Если не помогло, в комментах мне потом напишите, Лёля, нихрена вам это не помогло. Затолкай новый мукбак. И скажи, что ты ещё делаешь, когда тебе вот это так как бы хреновасто. И настроение в жупе. Вообще, всё приходит с опытом, люди. Я вот в этот раз приезд, мне пару дней подряд топила печку моя добрая соседка. А потом меня как-то так это... Я когда-то пришла, я при ней пыталась протопить. Ну и вроде как всё затопилось, потом как-то не очень, притом ещё протопилось. И в общем, последние дни я буквально за 15 минут протапливаю. Её затапливаю, и даже бывает так, что она как-то быстро прогорает, я даже не успеваю её прикрыть. Три дня подряд у меня из-за этого было не очень... Ну, как бы тепло, но не так жарко, как могло бы быть, если бы я её вовремя прикрыла. Трубу, вовремя, прикрыла. То вдруг не все знают, что такое печка, как её вообще допить. Так что всё приходит с опытом. Ознание того, что вашему организму на самом деле нужен сон, грустно и скучно именно от того, что вы устали, тоже приходит с опытом. Вот я вроде солила, но такое ощущение, что мало. Вот здесь полотенце к нему нужно вытереть варки. В общем, осеннее хандря, на самом деле, это очень крутое время. Это время для того, ну, вы можете его посвятить тому, чему давно откладывали в долгий ящик. Тому, чем давно хотели попробовать заняться. Через не хочу, кстати. Вот что, есть люди, которые, ой, на самом деле, вообще ничего не охотятся. Это те, которые любят жаловаться на жизнь им от этого кайфового. Есть те, которые, как бы, любят в этот момент жаловаться на жизнь им от этого кайфового. А есть те, которые жалуются-жалуются, а переключат их внимание, они уже так увлеклись чем-то и забыли, что им было хреново. Можно посмотреть какой-нибудь фильм, допотопный, не обязательно черно-белый. В прошлом году с пинкачути я смотрела соломенная шляпка. Хотя, честно, мне она как-то особо ржачной не показалась. У меня, видимо, какое-то другое восприятие жизни уже сложилось. У меня то, что должно было веселить, почему-то разгрыжало. Деряну-ка я свою пышку. Не пора ли её прикрыть? Пора. О том, что тепло уйдёт, нафиг. И так у меня 19,5 градусов. У меня в кастрюле лежит курица в воде под крышкой. И она по идее должна свариться в течение часа. Что-то подумалось. Тоска зелёная. Вот как раз сейчас ещё всё зелёное. Для кого-то быть её в деревне это тоска. Просто человек... Люди, которые так читают, они знают. А прелесть их добывания воды в колодце, а прелесть их накачивания воды с помощью насота с пруда для технических нужд. А прелесть их потопить печку, чтобы стало тепло в доме. Наталла колбаску хомячила, а потом хлебушком накусила. А прелесть их сходить в полисадник и найти 20 сыроежек. Или походить по округе, обнаружить ещё каких-нибудь грибов. Ну, я в этот раз ничего не обнаружила. И шиповник ещё не дозрел. И попал уже под дождь. Ну, а если у вас есть ещё и пчёлы, то о прелестах вынести в определённое время рамки на сушку. Что я в этот раз записала, что на камеру дважды. Если вы ещё не глянули, то гляньте, просветитесь. И о прелестях их вовремя убрать. Вот это я уже... Процесс сбора я как бы не стала писать. Потому что он не такой, как бы... Ну, к тому времени пчёлы уже угоманиваются по большей части. Ничего такого там суперэкстримного и странного в этом нету. Ну, я ожидала какой-нибудь сюжет аж в комментах. Но, блин, людям, окажется, неинтересная эта тема. Печаль вселенская нахлынула на меня. И чтобы как-то с ней бороться, я решила сгонять по круговой и найти хоть одну яблоню, которую ещё жадные люди не обобрали, чтобы собрать с неё яблок, грызануть, порезать и посушить. Ну, мне ещё предстоит только порезать и посушить. Ещё вариант. Можно гулять под дождём. Не обязательно с зонтом. А если дождь не сильный, то можно гулять под дождём без зонта. Круто. Вы можете, если вам очень сильно хочется поплакать, а сон всё-таки не помогает, или это не вариант сна, ну, не сильная усталость организма, вот прямо надо поплакать. Ну, дома как-то стрёмно религия запрещает, или вам кто-нибудь на мозги капает. Ты же мужик, тебе плакать нельзя. Говорит, типа, ты же в росту женщин, такого хрена ты плачешь, нет никакой причины. Берёте зонтик, а можете не брать специально. Вы ползаете на улицу, когда идёт дождь, и валите. Дождик капает сверху. Кто особо поймёт, что у вас там ещё и слёзы текут? Иногда организму надо водой зайти, чтобы усталость вышла, эмоциональная. Зато потом, знаете, так хорошо, будто вы с их театрили. Говорит, Лёля при этом хавает, да? Просто у меня тут два вечера подряд такое состояние было, будто я к белому другу побегу в час ночи. Но всё решилось элементарно, у Барава надо было просто пожрякать нёдика и запить его водичкой. Как вариант, можно просто немножко разнообразить своё меню. Если вы не особо хаваете фрукты, ягоды и прочее, может быть, пришла пора добавить их в рацион. Организм насытится витаминчиками, полезными микроэлементами. И у вас получится самочувствие. С ним, соответственно, и эмоциональный фон. Если же вы, наоборот, жрёте фруктики, и у вас как бы, ну, всё в этом, прям полный набор всех этих микроэлементов и витаминов, может быть, пришла пора купить себе пачечку чипсов. Иногда можно химию пожрать. У меня он сегодня след отрубился не вовремя. У меня был горячий, только чайник скипел только-только скипел. Чайник Китвардовский. Орышний чайник без блютуза. Мы его посоветовали за три кашля купить чайник с блютузом. Ну, в деревне чайник с блютузом, знаете, самое то, где вот, чтобы позвонить, видите, куда-то это надо и стоять на одной ноге не двигаясь. Шаг в сторону, мах влево, мах вправо, связи нет. И у меня была коробочка такая, роллтона, родственник в саде на черный день. Тогда, когда свет отрубится, галла-то у нас в этом году практически, ну, короче, нет шагала. И пищу пока топишь, ну, надо подождать, чтобы там оно согрелось, а чтобы хоть что-то согрелось. Хотя у меня кашка была заготовлена, но она как бы, ее надо было подогревать. Я думаю, что я думаю, тут я так фигак, с этого у меня тут где-то лапша быстрого приготовления есть с какими-то сушеными растениями, овощами. Ну, там, с сушеным зеленым. Неофигак, налила это чайником, который еще не успел, ну, может, там 97% градусов. 97 градусов было уже, отстало, чуть-чуть доставать стало. Залила, прикрыла, подожила минут 5, попрыгала с бубном. На самом деле, бубна нету давно, если вы хотите какой-нибудь ролик с бубном, подарите Лёльке бубен. Лёльк скучает по бубну. У меня в детстве был бубен, у меня была детская пианинка, взрослая пианинка жива. Детская пианинка и детский аркадион. А вот меня никто не спрашивал, эти две вещи. пианинка-то вроде спросили, хрен знает. Ну, вот две вещи, они как-то так по-тихому меня отобрали и отдали хрен знает кому. Еще у меня была губная гармошка, и, по-моему, она мне даже как-то попадалась. Возможно, даже в вещах одном из тех пакетов, которые у меня на балконе лежит, никак не разберется. Спереда. Тривода уже как. Короче, попрыгала с бубном, что-то там сделала и пахала. Надо еще хрен. Так вот, зритель, в своем рационе всего достаточно. Ты поспал, но плакать все равно хочется. Ты вышел на улицу, без зонтика под дождь, поплакал, но все равно тебе грустно. Ты повышевал крестиком, связал свитер себе и соседу, порисовал эти картины по номерам, но все равно тебе грустно, блин. И даже не радует мелкий плюс в том, что, допустим, вот на данный момент дождь захочется. Правда, гамак еще сырой, и в лучшем случае, если завтра не будет дождя, и, в общем, он еще не высохнет в ближайшие сутки. Кстати, причащая вселенская на гамаке, зачем мало полежала в этом году? Либо на велике шастала, либо на велике шастала, либо дождик был. Мало лежала на гамаке. Иногда вроде не на велике шастала, а рядом сшивалась, но как-то вот не сложилось у нас с гамаком. перед этими несколькими днями дождя всего лишь только часик полежала на гамаке, японским позанималась. Короче, ничего тебя не радует, ты уже перепробовал все советы, что я тебе сказала. Рацион у тебя нормальный. Иди скорее в магазин, купи себе ролл там. И не говори, что у меня там желудок болеет, или еще что-то, у меня тоже желудок болеет. Ну, видишь, я еще живой. Пишу тебе этот хапчик. Купи себе не ролл там, допустим, какую-нибудь картошку быстрорастворимую. Хорошая картошка быстрорастворимая, в составе картошка и соль, от релиж есть на Азон или на Вайберис. Можно купить за 400 рублей целый килограмм. Тут она у меня как-то не шла, почти полный пакетуша. А в городе осталась буквально со стакан. Купи себе там каких-нибудь сухариков. Если у тебя зубы молочные, или такие, ну, внезапно встречаются, что в 14 лет могут зубы выпадать, при этом нормальные, и как бы никакого кариеса и прочей хрени нету, генетическая предрасположенность, можно пососать эти сухарики. Я обычно их рассасываю, потому что они, сволочь, такие крепкие. Хотя чипсы тоже рассасываю, потому что они такие жесткие. Купи себе какой-нибудь хрени там, арахиса, соли. Каких неспешек. И ароматик хрен знает чего с Е666. Купил он колбасы вот такой. Она хорошая. Вот так как я такую колбасу 40 вареную копченую очень редко покупаю. Сама лично покупала, наверное, лет 5 назад. Если не больше. Не позже. Не раньше, но давно. И емали в гостях, на сабантуях, или вот, ну, привезли хавчик. Чего уж. А без исходности ты ее сожжешь с бутербургом. Ты можешь просто вечером потом дерябнуть мед с прохладной водичкой. Если голодичной у тебя нету, по-другой, ну, просто фиртованной там, кипяточком прохладненьшим. Кипяченый, охлажденной водой. Чтоб не реализовать эффект. Если нет медика, завари себе пуэрчика. Если нет пуэрчика, завари себе зеленого чая, залей его молоком. Нет зеленого чая, сделай себе просто черного чая, залей его молоком. Примерно тот же эффект был, но может менее слабый. Если хочешь быстро избавиться от этих калорий и крутить вверх тебе не хочется, то или нет этого вверха, нет пелотренажера и так подобное, завари себе в чашке прямо японской хорошей матьки. Ее даже без добавления молока. Потом только успевай летящую ласточку играть. Ну да, кстати, вспомнила. Последний вариант. Если даже это тебе не помогло, разнообразить свой рацион внезапно семьи захотелось. Или наоборот, разнообразить свой рацион витаминщиками. Займись элементарным спортом. Купи себе гиру. Если ты женщина, купи себе гиру 8 кг. Я, хилая Лёлька, 8-килограммовую гирю стал тягать. Купи себе утяжелители по килограмму на руки. И после этого с утяжелителями и гиркой по утрам или в любое время отсюда, если ты не спишь, там, может, даже ночью, я могу теперь нормально второй год уже таскать с калутцем ведро с водой, которое где-то ну, литров 10, я не знаю. Ну, короче, приличное такое, тяжелое ведро с водой. И займись спортом. Спорт тебе улучшит физическое состояние. Физическое состояние тебе улучшит твое настроение. элементарная гимнастика с утяжелителями. Может, те же даже на ноги их нацепить. А может, и на ноги, и на руки по килограмму. Мужикам-то можно, наверное, и побольше. Тут все свои. Хлебушек в итоге лишний кусочек отразило. У меня немножко еще колбаски осталось. Смотрите, какая прелесть. Есть повод порадоваться. У меня, помимо хороших, дорогих сосисок в холодильнике режащих, которые я сюда привала, когда я еще приехала, надеюсь, они там не склеили. У меня есть еще целых пять кусочков колбаски. У меня есть там немножко еще белого хлебушка и вот этот вот хлебушек. И чуть-чуть молочка, чтобы разбодяжить, допустим, уже короб, потому что цикорий закончился. Закончился в этой чашке. Прямо последний цикорий в этой чашке. Прямо есть поводы для радости. Если ты зритель не умеешь искать малюсенькие радости, и те религии запрещают, много чего запрещает религия, то зависит спортом. Можешь купить велотренажер, если тебе позволяют помещение твоей квартиры, жилплощади и финансовое положение ТОРа. Сейчас практически в каждом районе дворей стоят вот эти площадки. Правда, вот на механке я не видела такой спортплощадки, а в цветочном она есть. Говорят, и на левом берегу есть у нас. Короче, если в твоем городе где-то рядом есть спортплощадка на улице, загоняй туда позанимайся. Если ты такая амеба никогда не занимался спортом, то возможно у тебя к вечеру или на следующий день будут болеть мышца. Тушка вся. Но зато тебе будет кайфу. У тебя внимание от слезы твое внимание перетечет. Блин, как же все болит, какой черт, я слушала Лелю и поперлась на эти тренажеры, теперь у меня все болит. Твое внимание будет занято болеющими мышцами, болеющей тушкой, болеющей от того, что болями ты позанимался физическим. Если у тебя есть деньги и какой-то фитнес-центр рядом, спортзал и так далее, ну купи себе этот аппадемент и сразу туда поскочи. И скачи туда где-то раз в сутки. Ненадолго. Не надо упариваться, как писала мне одна хейтерша, которая читала мою телегу и хейтила меня изначально на канале, потом вроде как местами более-менее прилично писала Привет, Танюша! У меня рифма пошла, которая была у моей компании бывшей, про которую я хотела рассказать до этого в Мугбаге, но на примере, о примере которой я хотела рассказать в Мугбаге, но я промолчу эту рифму обо культурными человеками. Короче говоря, не надо упариваться, по три часа крутить велик. И не надо обухать после этого два бокала вина. перед сном. Я вот честно. Можете меня потом похитить. Я сложный серп представляю, там на аватарке такая, ну, видная женщина. Ну, аватарка там может быть любая. Вот, знаете, у моего приятеля аватарка из-аниме такая же аватарка была у одного чувака с тифаретника, а я была уверена, что-то вот, ну, реально так человек выглядит. Был какой-то чувак на улич-форум, когда-то был такой улич-форум, звали его Уридиан. Там у него был какой-то такой стройный намошный эльф на аватарке, когда я пришла на первый в своей жизни разливчик, встреча в реале форумчан. И увидела этого эльфа, у меня был культурный, визуальный и вообще шок. Ну, день и ночь вообще. Мало того, что не эльф, так еще и не стройный. Не во беду Уридиану, если он еще живой, вдруг внезапно видит мой канал. Я даже не помню, как его звали. Короче, а к тому, что на аватарке может быть кто угодно. Ну, вот тут такая видная женщина, по которой совсем не видно, что она по 3 часа в сутки проводит на велике. Крутит. Мне где-то вот за час, я за 45 минут я проезжаю 10 километров. более-менее нормальной дороги, да, вот так. Если там ветер, еще слезаешь, кто-то тебе позвонил, надо остановиться, перезвонить, или типа того, или какая-нибудь ферическое существо тебе под ноги с коляской выбежало не по пешеходному переходу, а мимо. Ну, бывают такие, или еще кто-то по встречке. В общем, плюс-минус 11 километров 55 минут. 50, ну, где-то так, 45 минут 10 километров. Ну, в общем, 45 минут у меня занимает 10 километров. Это значит 45 до 45 до 45, 10, 10, 10, 30 километров. 15, 15, 15. Это за 3 часа я бы проехала 40 километров. Я бы не физически не осилила. Не знаю, может, тут, конечно, осиливает, но там такое тело, что я бы удивилась, если бы она вообще 5 километров на велике осилила. А потом, после 3 часов на велике вечерком 2 бокала вина фига, 2 стакана вина. Фига, или бокалы, не знаю, бокал, стакан. Ну, по размеру бокал, наверное, как стакан. Вот тоже бокал, чуть больше стакана. А может, как стакан, хрен знает, сколько тут. 300 миллилитров или 250 из умывальника вода капнула, если вдруг этот звук уловился. я к чему? Если тебе не помогли витаминчики разнообразии рационов, если тебе не помогли какие-нибудь вредные продукты разнообразии витаминного рациона, ну, эти все питые, не потаят, Если тебе не помогло поспать Позаниматься каким-то хобби Которым давно не занимался Потому что оно было сложено в долгий ящик Если тебе не помогло поплакать под дождем Я не рекламирую вредные привычки Но одно время мне нравилось гулять Ну, кстати, гулять на велике На велике под дождем прикольно Если он не сильный дождь Гулять под дождем без зонтика прикольно Ходить под дождем и пить пиво Тоже можешь сказать вредная привычка Если тебе вдруг такое не помогло То позанимайся спортом По-любому разнообразит Твою ленивую жизнь Если ты регулярно занимаешься спортом Не упариваешься, как наша Танюша Или Ну, как-то вот Вообще спортивный человек Гирю там каждый день тягаешь С утяжелителями ходишь Пошастаешь Я хочу себе ножны купить Как раз наперед, когда велик закончится Тоже по килограмму на ножку И так дома заниматься Не только руками, но и ногами Косарь придется выложить за это Ох, блин, печаль какая вселенская Я ведь на окно накапливаю На кухонное Пластиковое То ты можешь сделать себе ванну с пеной У тебя есть возможность принять в ванну Не душ стоячая, а вот именно в ванну Нет возможности Сходи к родственникам Друзьям скажешь Слушай, Маня Мне тут Лёля посоветовала в ванну с пеной принять У меня же знаешь душ, а у тебя ванна Можно я к тебе прибросу? Я тебе там принесу пожрать, побухать Еще что-нибудь Дам тебе взятку Визуальную, финансовую Еще какую-то Ну дам тебе что-то Что тебе как-то окупит Твои моральные, физические, финансовые Ванну На то, что я у тебя приму ванну Берете Я раньше как Ну как бы все есть Денег мало Хочется что-нибудь потратить Я помню, меня на секе Тогда это осуждали В начале самой Ютуб-карьеры, блин, блогерской Короче, берете какой-нибудь фулаком 400 миллилитров Геля для душа Луч, конечно, эйфраше старого Разряда Но такого эйфраше уже давно не делать Любой какой-нибудь Самый дешевый Геля для душа 400 миллилитров Пену для ванн Там 400 миллилитров Пол-литра какую-нибудь Эйвеновскую пену 500 миллилитров Бывает такая эйвеновская пена Она хорошая Берете, короче, флакон Какой-нибудь мыльной фигни Для тушки головы Там, не знаю, умывалки Какая-то умывалка Вряд ли подойдет Берете большущий флакон Новый целый, полный Геля для душа Берете полкило Какую-нибудь баночку соли Можете просто обычной соли Купить там Лучше купить Какой-нибудь вот этой Соли для ванн Делаете какой-нибудь Отвар Можете просто чай туда фигакнуть Только чайники стадите А то ванну застрете И затыкаете дырочку Ванной Пускайте туда струи воды Гель для душа Соль для ванн И допустим Тот же чай Все это туда Нужную температуру Себе сделали Ванна набралась Раздеваетесь Бултых И кайфуете Эфирного масла Можете капнуть Там лавандового Да, кстати Приходим к лавандовому маслу Если это все Вам не помогает Покупаете Аромалампу Свечки в гильзе И эфирное масло Допустим Лаванда Или сосны Кап-кап Берете Значит Берете Свечку Зажигаете Ставите В эту аромалампу Сверху наливаете Водички Туда кап-кап Несколько капелек Кайфуете У вас эмоциональный фон Нормализуется Если вам с этим геморно Но у вас есть аромапалки Главное Чтобы вы не реагировали На них Как я Я на большинство аромапалок Бодрюсь с них Будто дерябнула Харай на мукасе Кто бы мне Теперь еще Вздорил бы Харай на мукасе А Ну и в общем Как бы Аромапалка А можно еще Романтическую свечку Какую-нибудь включить Зажечь в смысле Зажигает термосвечку И кайфует от нее Эмоциональный фон Нормализовался Плакать не хочется Скучать не хочется Эмоциональная Разрядка получена Хочется заниматься делом Не хочется выть Не хочется ныть Не хочется на мозги Капать людям И люди окружающие Счастливые Вам хорошо Надеюсь вы успели пожрать Потому что я напиваю Всем спасибо за компанию Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok